Тема урока. Односоставные предложения. На этом уроке мы еще раз повторим, что такое предложение, грамматическая основа, а также узнаем, какое предложение является односоставным и определим разницу между односоставными и двусоставными предложениями. Предложения – это связанные между собой слова по смыслу, грамматически и интонационно. В предложениях есть грамматическая основа, куда входят подлежащее и сказуемое, и второстепенные члены, такие как дополнение, определение, обстоятельства. По количеству грамматических основ предложения бывают простые и сложные. Остановимся на простых предложениях, у которых одна грамматическая основа. По наличию главных членов простые предложения делятся на двусоставные и односоставные. Грамматическая основа двусоставных простых предложений состоит из двух главных членов – подлежащего и сказуемого. Рассмотрим пример. Завтра корабль покинет порт. Корабль – подлежащее, покинет, сказуемое. В этом предложении есть и подлежащее, и сказуемое, значит предложение двусоставное. Рассмотрим другой пример. Собака велась и прыгала вокруг печки. Собака – подлежащее, велась и прыгала, однородные сказуемые, относящиеся к подлежащему собакам. В предложении есть подлежащее и два сказуемых. Предложение является двусоставным. Односоставные же предложения – это предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена, либо только подлежащего, либо только сказуемого. Односоставные предложения могут состоять из одного слова, например. Тишина. В предложении есть только подлежащее. Светает. Есть только сказуемое. Жди. В этом предложении присутствует только сказуемое. Чаще всего односоставные предложения бывают распространены второстепенными членами предложения. Уже иду. Односоставное предложение со сказуемым иду. С моря веет свежестью. Односоставные предложения со сказуемым веет. На небе звезды. Односоставное предложение с подлежащим звезды. Еду-еду в чистом поле. Односоставные предложения с однородными сказуемыми «еду-еду». У него сегодня праздник. Односоставное предложение с подлежащим праздник. Часто односоставное предложение мы встречаем в хорошо знакомых нам пословицах и поговорках. Что посеешь, то и пожнешь. Работать спустя рукава. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. На обиженных воду возят. Не ударил лицом в грязь. Интересно, но в односоставных предложениях, встречающихся нам в пословицах и поговорках, обычно бывает только сказуемое. Например, в первом предложении однородные сказуемые посеешь, пожнешь. Во втором сказуемое работать. В третьем выловишь, в четвертом возят, а в пятом не ударил. Односоставное предложение иногда становится частью сложного предложения. Например, слышишь, как сегодня лес расшумелся? Первая грамматическая основа – слышишь. Вторая – лес расшумелся. Уже утро, а он еще не ложился спать. Первая грамматическая основа – утро. Вторая – он не ложился спать. Когда мы пришли, в зале уже репетировали. Первая грамматическая основа – мы пришли. Вторая – репетировали. Важно запомнить, если в предложении есть несколько однородных подлежащих при отсутствии сказуемого или несколько однородных сказуемых при отсутствии подлежащего, такое предложение тоже является односоставным. Итак, на этом уроке мы узнали, что в предложении могут отсутствовать подлежащие или сказуемое. Такие предложения называют односоставными и часто используют в устной речи. Субтитры создавал DimaTorzok